Продолжение следует... 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 Если вас интересуют эти вопросы, вы можете посмотреть на нашем сайте информацию, либо обратиться к нашим менеджерам. Они расскажут, какой документ при каких условиях выдается. Напоминаю, что с 1 июля 2016 года мы работаем уже по стандартам, профессиональным новым. Практически в каждом профессиональном стандарте есть требования не только определенного уровня образования, но и дополнительного образования. Как раз данные документы и дают такую возможность подтвердить дополнительное образование. Итак, какие же вопросы мы с вами обсудим. Мы выясним, что такое рабочее время и какова его продолжительность. Уточним разницу между сокращенной продолжительностью рабочего времени и неполным рабочим временем. Выясним, что общего у сверхурочной работы и ненормированного рабочего дня. В каких случаях устанавливается гибкий график, а в каких случаях мы можем разделить рабочий день на части. Важный вопрос о работе в ночное время и как оплачивается это время. Понятие суммированного учета рабочего времени, который применяется ко многим группам работников. Что это такое? Выясним, кто в организации и как, каким образом должен вести учет рабочего времени. И закончим ответственностью за нарушение требований трудового законодательства, касающихся рабочего времени. Затем я отвечу на ваши вопросы. Итак, вопрос первый. Что такое рабочее время и какова продолжительность рабочего времени? Тот, кто уже слушал наши вебинары, знает, что мы не просто рассказываем от первого лица, что это такое, на пальцах показываем все это. Но обязательно ссылаемся на нормативные акты. Потому что в противном случае это будут просто эмоции и мы будем неубедительны. Для того, чтобы быть убедителем, надо ссылаться на соответствующие документы. И я на первый документ, который я ссылаюсь, это Трудовой кодекс Российской Федерации. Где написано в 91 статье Трудового кодекса, что рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. Итак, смотрим. Первое. Работник. Следовательно, если мы заключили договор гражданского правого характера, например, договор подряда, то в этом случае рабочее время – такого понятия нет. Исполнитель выполняет работу тогда, когда он считает нужным. Ну или как-то иначе называет это время. Поэтому рабочее время относится только к работникам, с которыми мы заключили договор трудовой в рамках Трудового кодекса. В соответствии с ПВТР – правилами внутреннего трудового распорядка. Следовательно, в ПВТР должно быть указано, какие категории работников в какое время работают. Также это должно быть отражено в Трудовом договоре каждого индивидуального работника, где переведут численно также и трудовые его обязанности. Есть понятие так называемого нормальной продолжительности рабочего времени. Вы знаете, совсем недавно прочитала в какой-то статье интересной о том, что оказывается, японцы, ну, ходят такие мифы о том, что японцы очень много работают, так вот, японцы оказались на шестом месте в мире только по работе. И мы даже в Российской Федерации по производственному календарю у нас больше рабочих часов, чем в мире и в мире, представляете, оказывается. Другой вопрос – их отношение к работе, вот, это другой вопрос. Но официальное количество часов, например, в Российской Федерации, вот в этом году, это 1978 рабочих часов по 40-часовой рабочей неделе в году. Итак, нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю. Для некоторых категорий меньше, об этом я тоже расскажу, но все, что сверх этого, это уже считается ненормальной продолжительностью рабочего времени. 40 часов, как раз, укладывается в 5-дневную рабочую неделю 8-часовой рабочий день с днем выполнения. Это статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации. Итак, мы выяснили, что такое рабочее время и какова продолжительность, нормальная продолжительность рабочего времени. Вопрос второй. В чем разница между сокращенной продолжительностью рабочего времени и неполным рабочим днем? Очень часто путают эти понятия. Основные различия. В 93-й статье Трудового кодекса сказано, что неполное рабочее время устанавливается в договорном порядке. То есть, если работник и работодатель договорились о том, что работник будет работать не 40 часов в неделю, а 39 или 38 или вообще 1 час в неделю, и все это фиксируется в соглашении по трудовому договору или при приеме на работу в трудовом договоре, то это называется неполное рабочее время. Что касается сокращенной продолжительности рабочего времени, то статья 92 Трудового кодекса, то это определяется законодательно. То есть, законодатель считает, что есть определенные категории работников, которые не могут работать 40 часов в неделю. У них нормальная продолжительность является сокращенной по отношению ко всем остальным. Итак, сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для определенной категории работников в договорном порядке. Для кого? О, и в этой же 92-й статье перечислены те категории работников, которые работают с сокращенным рабочим временем, и даже перечисленное количество часов. Например, работники в возрасте до 16 лет работают не более 24 часов в неделю. Это работники с физиологическими особенностями или инновидами. Есть работники с условиями работы. Например, работники, занятые на работах в среднем или опасном условии труда, не более 36 часов в неделю. Или со спецификой. Например, педагогические работники или медицинские работники. У них тоже есть своя продолжительность рабочего времени. Все это сокращенное. Но это в неделю. А есть еще и сокращенное рабочее время в течение дня. Ежедневная работа. Здесь мы ссылаемся на статью 94-й Трудового кодекса. И опять мы видим те же самые знакомые категории работников. С физиологическими особенностями. Работники, не достигшие возраста 18 лет или являющиеся инвалидами. Здесь все четко прописано, сколько часов. И работники, занятые на работах в среднем или опасном условии труда. Например, 36-часовой рабочей недели, 8 часов в день. Ну а если мы говорим об инвалидах, то это индивидуально в соответствии с медицинским заключением, которое выдано конкретному работнику. Это было у нас сокращенное рабочее время. Теперь неполное рабочее время. О чем могут договориться работники и работодатели? По соглашению, которое обязательно должно быть в письменной форме, по соглашению между работниками и работодателем, мы устанавливаем неполное рабочее время. Обратите внимание на оплату. Как оплачивать это время? Пропорционально отработанного времени. То есть, оставили учет рабочего времени, отмечаем, сколько времени отработано, подаем в бухгалтерию, я не стану рассчитывать. Либо, если это сдельная работа, то в зависимости от выполненного облома работы, сколько деталей сделал за такое количество и оплатили. Особенность неполного рабочего времени заключается в том, что оно не влечет для работников каких-либо ограничений трудовых прав. Что здесь имеется в виду? Если у работника установлено неполное рабочее время, а это может быть, как я уже говорила, и 39 часов в неделю, и 1 час в неделю, тем не менее, стаж, трудовой стаж идет точно так же, как и для всех остальных работников. Или стаж, дающий право на ежегодно оплачиваемую отпись, также идет таким образом в 28 календарных дней, независимо от того, неполное рабочее время или полное рабочее время. Вместе с тем, есть категории работников, для которых работодатель обязан установить неполное рабочее время, день смены недели во просьбе этого работника. В 93 статье, если этот работник пишет заявление, прошу вас установить, то работодатель не имеет права отказать. Что же это за работники? Это беременные женщины, один из родителей, опекун, попечитель, имеющий ребенка в возрасте 14 лет, ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, и лицо, осуществляющее уходы больному членам семьи. Этим работникам работодатель не имеет права отказать в установлении неполного рабочего времени, дня смены недели. Третий вопрос, к которому мы приблизились, это что общего у сверхурочной работы и ненормированного рабочего дня. Здесь мы тоже на схеме элементарно посмотрим разницу. Ненормированный рабочий день. Работа производится за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. 101 статья. Сверхурочная работа выполняется также за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени, ежедневной работы, смены. Так в чем же разница? Сначала разберемся со сверхурочной работой. Определение сверхурочной работы дано в Трудовом кодексе Российской Федерации, ст. 99, где сказано, что сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя. Если работник остается на работе день и ночь, а потом приходит и говорит оплатить ему сверхурочную работу, работодатель не имеет права отказать, потому что это была не инициатива работодателя, а инициатива работника. Так вот, по инициативе работодателя за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени, ежедневной работы смены, а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Что значит суммированный учет рабочего времени? Есть работники, которые работают с четким графиком, например, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. А есть работники, у которых график изменяется. Например, два дня работает по 12 часов, два дня отдыхает. В этом случае в течение одного месяца может быть либо 15, либо 14 рабочих дней. То есть каждый месяц разное количество. Для того, чтобы установить, какое же это количество, можно вводить суммированный учет рабочего времени. 104 статья Трудового кодекса, где сказано, что период, может быть месяц, три месяца, квартал, полгода. И максимальный период – это один год. Что мы делаем? Мы берем определенное количество часов, которые работник должен отработать, нормальное количество часов за это время, допустим, за месяц или за квартал. Смотрим, сколько реально он отработал. И все, что сверх этого времени, будет называться сверхурочной работой. И оплачивается, естественно, как сверхурочная работа. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд. Либо он сегодня один день задержался на 4 часа, мы ему оплатили. Либо он сегодня отработал 2 часа и завтра тоже 2 часа. Но послезавтра уже мы не правы его привлекать к работе, потому что в течение двух дней подряд. И 120 часов в год. Ну, имеется в виду при суммированном учете. Считаем, считаем, считаем. У нас, получается, должен отработать, как мы говорили, 1978 часов, а он отработал 1980 на 2 часа. Вот 2 часа. Это сверхурочная работа будет оплачиваться. Ну и, естественно, вот этот излишек не должен превышать 120 часов в год. Как оплачивается сверхурочная работа? Согласно 152 статье, за первые 2 часа не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы не менее, чем в двойном размере. Но мы не всех работников можем привлечь к работе сверхурочно. А именно, ни в коем случае мы не можем привлекать беременных женщин и работников в возрасте до 18 лет. Вместе с тем, есть работники, которых можно привлечь всех письменного согласия. Это инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте 3 лет. Но письменного согласия еще недостаточно, потому что в 99-й статье сказано, что если мы привлекаем инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, мы должны также запросить медицинское заключение о том, что им не противопоказано работать сверхурочно. Ну и должны ознакомить их в письменной форме с правом отказаться от работы сверхурочно. Вот 3 таких условия. Это была сверхурочная работа, а ненормированный рабочий день. Помните, что и сверхурочная работа, и ненормированный рабочий день производится за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, но есть и существенная разница. Ненормированный рабочий день – это особый режим для определенных должностей. Если сверхурочная работа к сверхурочной работе мы можем привлекать любого работника, ну и за исключением тех категорий, в которых мы не привлекаем, это беременные женщины и медицин, достигшие возраста 18 лет, так в общем-то любых, то ненормированный рабочий день устанавливается локальным нормативным актом, ну если коллективный договор заключается, значит, коллективным договором, для определенных категорий работников должностей. Например, все руководители структурных подразделений в нашей организации работают с ненормированным рабочий день и так далее. По распоряжению работодателя при необходимости эпизодически, как часто, непонятно, но вот эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций, то есть работник выполняет свои трудовые функции. Что за это работодатель должен, каким образом он должен компенсировать ненормированный рабочий день? Предоставляется ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск в продолжительность не менее трех календарных дней. Статья 119. Итак, в трудовом договоре мы устанавливаем, что у работника ненормированный рабочий день. Прописываем, что ему полагается два-три календарных дня не менее. В некоторых случаях можно увеличить это количество. Например, для некоторых государственных гражданских служащих при ненормированном научении предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве двух недель, например, 14 календарных дней. И так далее. Это можно увеличить. И дальше мы должны это четко прописывать, потому что иначе может получиться такой казус. Пример. Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха. В 2013 году работник подает на свою организацию иск о том, что ему не оплачивают отработанные сверхнормы часы. И свои требования он мотивировал тем, что регулярные переработки не были оплачены работодателям. Суд начал разбирать обстоятельства дела, запросил документы соответствующие и выяснил, что в трудовом договоре у этого работника написано «Ненормированный рабочий день». Поэтому на него не распространяются гарантии, предусмотренные законодательством для работников, работающих сверхурочных. Учитывая это положение, в исковых требованиях работнику было отказано. Для работодателя это выход, чтобы не платить сверхурочное. Вместе с тем, если ненормированный рабочий день установлен и работодатели злоупотребляют этим, суд также может установить, что происходит злоупотребление, потому что работодатель обязан внести учет, фактически отработанного каждым работникам время. Даже если это ненормированный рабочий день в табеле, фактическое число должно проставляться. Если суд увидит, что в табеле каждый день написано по 13, 14, 15, 16 часов, то, естественно, это уже злоупотребление в право. Следующий вопрос. В каких случаях устанавливается гибкий график, а в каких рабочий день разделяется на части? Итак, в чем разница? Гибкое рабочее время. Статья 12 Трудового кодекса. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общее продолжительство с рабочего дня определяется по соглашению сторон. Например, работодатель говорит, мне абсолютно все равно, во сколько вы приходите, во сколько вы уходите. Самое главное, чтобы в течение 8 часов в день вы находились на месте. Или он говорит о том, что мне все равно, сколько вы сегодня будете работать, главное, чтобы в течение недели 40 часов было поработано. Таким образом, все это фиксируется, и работодатель обеспечивает отработку работникам суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов. Это режим гибкого рабочего времени. Начало, окончание могут быть изменены. А вот при разделении рабочего дня на части в соответствии со 105 статьей Трудового кодекса общая продолжительность рабочего времени не превышает установленную продолжительность ежедневной работы. И есть определенные работы, где это необходимо вследствие особого характера труда. Также при производстве работы интенсивность которых не одинакова в течение рабочего дня с ними. Например, оператор машинного доения. Утренняя дойка, потом перерыв, потом очередная дойка и так далее. Вопрос ночного времени и кто может работать в ночное время. Как это оплачивается? Во-первых, давайте выясним, что относится к ночному времени. Это время с 22 часов до 6 часов утра. Статья 196. Оплачивается труд в ночное время каждый час в повышенном размере. Но в Трудовом кодексе 154 статье нет конкретных размеров. Там написано только, что не ниже размеров установленных трудовых законодательств. Поэтому нам придется с вами обратиться к постановлению правительства Российской Федерации от 2008 года, номер 554, о минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время, который составляет не менее 20% от оклада. Таким образом, можно увеличивать эту цифру, но меньше устанавливать нельзя. К работе в ночное время мы не можем привлечь всех работников, потому что есть категории, которые в соответствии с физиологическими особенностями не могут работать в ночное время, а именно беременные женщины и работники в возрасте до 18 лет в ночное время не работают. Вместе с тем, есть категории работников, которых можно привлечь на определенных условиях. Так же, как и сверхурочная работа, письменное согласие должно быть, медицинское заключение, что им не противопоказано, и работник должен быть оснакомлен с правом об отказе работы в ночное время. Шестой вопрос. Что такое суммированный отчет рабочего времени? 104 статья. Когда по условиям производства работы у индивидуального предпринимателя, в организации в целом, или при выполнении отдельных видов работ, не может быть соблюдена установленная для данной категории работников, включая работников, занятых на работах в среднем и опасном условии труда, ежедневная или ежедневная продажа с рабочего времени, то устанавливается суммированный учет рабочего времени. Напоминаю, что учетный период – это месяц, квартал, другие периоды, не должна превышать нормальное число рабочих часов. Максимальный учетный период – один год, а если работники работают с вредными или опасными условиями труда, то до трех месяцев. Каждые три месяца мы должны проверять, какое у них количество рабочего отработано времени. Седьмой вопрос. Кто и как должен вести учет рабочего времени? Ответ на этот вопрос дан в 91-й статье Трудового кодекса, где написано, что работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. Помню, что под работодателем, согласно 20-й статье Трудового кодекса, в законодательстве Российской Федерации понимается либо организацией юридическое лицо, либо физическое лицо индивидуальных предпринимателей, либо просто физическое лицо, которое приглашает к себе работников. Так вот, работодатели обязаны вести учет, фактически отработанного каждым работником времени. У нас есть такой документ, как табель учета рабочего времени, есть даже унифицированные формы Т12 и Т13, и ведется он следующим образом. Заполняется табельщиком. Либо у нас в штатном расписании есть такая должность табельщика, ну это, как правило, на крупных предприятиях, либо табельщиком этот функционал выполняет лицо, назначенное руководителем организации. Табельщик ведет табель, затем передает руководителю структурного подразделения, который подписывает этот документ, и отдает дважды в месяц в кадровую службу, чтобы кадровики проверили правильность введения табеля с учетом тех документов, которые у них имеются. Оформленные табели передаются в бухгалтерию для расчета заработной платы. Напоминает, дважды в месяц, потому что заработная плата у нас выплачивается дважды в месяц. Ответственность за нарушение требований трудового законодательства. Ответственность у нас в первую очередь административная. Это Кодекс административных правонарушений. Статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. С прошлого года повышены штрафы и достаточно серьезные штрафы. Суммируется это все. Данность привлечения к административной ответственности увеличена на год. Поэтому здесь нужно, конечно, на это обращать внимание. Я напомню вопросы, которые мы с вами обсудили. Затем попрошу ответить вас на вопросы. Проверим, как вы усвоили материал. И если у вас останутся еще какие-то вопросы, я готова ответить. Итак, мы с вами обсудили следующие вопросы. Что такое рабочее время? Какова продолжительность? В чем разница между сокращенной продолжительностью и неполным рабочим днем? Что общего у сверхурочной работы и ненормированного рабочего дня? В каких случаях устанавливаются гибкие графы работы? В каких дни разделяются на части? Кто может работать в разночное время? Как это оплатить? И что такое суммированный учет рабочего времени? Кто должен вести и как ведется учет рабочего времени? А также ответственность за нарушение требований трудового законодательства. Ну и теперь давайте проверим наши знания. Готовы? Перед вами появится вопрос с вариантами ответов. Я читаю вопрос, а вы даете правильный вариант ответа. Хорошо? Вопрос первый. Нормальное продолжительство рабочего времени и варианты. Не более 8 часов в день, не более 40 часов в неделю, не более 120 часов в месяц, не более 1000 часов в месяц. Какой правильный ответ? Все согласны, что не более 40 часов в неделю? Дарья? Согласны. Все. Ответ правильный. Вопрос второй. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для... Будьте внимательны, пожалуйста, потому что здесь будет соблазн назвать все категории, да? Работников возраста 18 лет, работников, являющихся инвалидами первой и второй группы, педагогических работников. Правильный ответ? Один правильный ответ, да? Работников возраста 18 лет. Согласны? Нет. Сокращенная, сокращенная, в законодательной регламентации 92 статья судового кодекса до 17, да? Инвалидов, да? А педагогические работники? На самом деле, в 92 статье судового кодекса написано и других категорий определенных настоящим кодексом. А педагогическим работникам посвящается целая глава, вы знаете, да? И они тоже работают сокращенным рабочим временем. У них дат не 36 часов, а у медицинских работников 39. Поэтому я специально сказала, будьте внимательны, есть соблазны, есть соблазны, поддавайтесь ему все три правильных ответов. Третий вопрос. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника. И теперь внимание. 4 часов в течение двух дней подряд, 8 часов в неделю, 40 часов в месяц или 120 часов в год. Вы абсолютно правы. 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Да, и Марина тоже так же считает. Все правильно, молодцы. Четвертый вопрос. Не допускается привлечение к работе в ночное время. Варианты. Лиц в возрасте до 18 лет, беременных женщин, работников занятых на работах в среднем или опасном условии труда, если основная работа связана с такими же условиями. Юлия также пишет, Марина, Галина считает, что первый и второй, и Мария также считает. Но большинство голосов за первый и второй. Вы абсолютно правы. Лица в возрасте до 18 лет и работники, и беременные женщины, извините, пожалуйста, не допускается привлечение к работе в ночное время. Ну, а инвалиды и все прочее можно привлекать только с определенными условиями. И, наконец, еще один заключительный вопрос. Дальше я буду отвечать на ваши вопросы. Учетный период не может превышать. Один месяц, три месяца, шесть месяцев, один год. Один год? Все согласны, что один год? Так, Мария пишет, да, один год. Один год Юлия. Галина считает, что четвертый ответ. И Марина считает, что четвертый ответ. Правильный ответ – один год. Учетный период не может превышать. Не может, да. Совершенно верно. Может быть, любое время, которое мы установим, но не более года. Для вредных работ три месяца, Галина пишет. Правильно, Галина, отлично. И три месяца для вредных слоев Мария вспомнила об этом, написала нам. Абсолютно правы. Для тех, кто работает с вредными и опасными слоями туда, не может превышать трех месяцев. Ну, мы здесь на общих основаниях, поэтому будем считать, что один год. А это вот, да, дополнение принимается. Спасибо. Ну что ж, напоминаю, что если вас заинтересовали эти темы, приходите, мы готовы с вами обсудить и оформление трудовых отношений, и управление трудовыми отношениями. Ну, а по окончанию вас ждут документы, по окончании серьезные документы, которые выдают наш центр. Ну что, коллеги, я ответила на все ваши вопросы, и теперь я благодарю вас за участие. Прощаюсь с вами. Продолжение следует...